МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Четверг, 3 октября. И вы смотрите на телеканале РЭТВ программу Курзамского телевидения «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнение». С вами в студии Олеся Пшененко. Мероприятие «Бизнес-утро», которое организует Венспилский центр поддержки бизнеса, это прекрасная возможность бесплатно пообщаться с экспертами в разных сферах, получить ценные знания и советы. Во время последней такой встречи речь шла о том, как технологии могут помочь более эффективно и продуктивно работать. Я заметил, что за последние 10 лет ритм нашей жизни становится все стремительнее. Сейчас много инструментов. Это и мобильные телефоны, или облачные хранилища, которые помогают сделать больше. Так как я сам в этой сфере работаю и пользуюсь этими инструментами, у меня уже сложился определенный опыт. Я знаю, какие работают, а какие нет. Среди вспомогательных программ, которые можно просто установить на мобильный телефон, это Фидли, обобщающая статьи о последних событиях из разных источников, электронный календарь, который поможет ориентироваться в запланированных делах. Кроме того, важно употрядочить процесс письма. Есть программы для заметок, например, Эверно. Можно быстро зафиксировать необходимую информацию, поделиться быстро ею с командой. Или можно сфотографировать визитную карточку. Программа распознает текст, номер телефона. Потом можно легко найти эту визитку либо по имени, либо по названию предприятия. Важно найти баланс и определить, в каком случае лучше использовать гаджеты, а в каком стоит полагаться на себя, на свою память и на свое мышление. Важно какие-то вещи держать в памяти, но я не вижу смысла запоминать все, если я что-то могу зафиксировать в телефоне и найти нужную информацию в нужный момент. Конечно, стоит учитывать, что если у тебя пропал телефон или интернет, то тогда ты как без рук. Баланс все-таки должен быть. Руководитель фирмы «Геодезист» Айгер Сандсбергс рассказал, какие полезные инструменты в своей работе использует он. Например, о программах, помогающих управлять проектами. Именно фирма «Геодезист» помогала устанавливать рекорд Гиннесса по самой массовой одновременной посадке луковичных растений. Мы создали контур Латвии, по которому сажали цветы. Официально подсчитали, сколько саженцев было засчитано. Этот вид методологии был учрежден представителями организации рекорда Гиннесса. Такие полезные встречи организовывает Венсполский центр поддержки бизнеса. И каждый год это учреждение предлагает новые бесплатные услуги предпринимателям, особенно начинающим. Так для стартаперов в скором времени будет организован новый учебный курс. Будет еще два курса обучения. С октября по декабрь будет очень мощное обучение по специальности – цифровой маркетинг и экспорт. Этот курс предусмотрен именно для молодых предпринимателей. Будет предварительный отбор среди желающих участвовать. Будет примерно семь занятий и завершится все большой конференцией, в которой смогут принять участие и люди со стороны. И на ней мы углубленно рассмотрим все вопросы. Все подробности в Центре поддержки бизнеса. В рамках недели спорта Венсполская поликлиника по традиции предложила Венсполщанам и жителям края пройти бесплатное обследование на анализаторе массы тела. Вот так выглядит этот аппарат. Безопасный низкочастотный импульс пропускается через металлические электроды, вмонтированные в платформу весов анализаторов. Когда человек встает на них, сигнал проходит через тело. Разная сопротивляемость участков организма помогает установить точное соотношение воды и жира, в котором гораздо меньше влаги, чем в мышечной массе. Затем полученное сопротивление сопоставляется с возрастом, ростом, полом исследуемого. В итоге выводится персональный расчет значений уровня жира и иных показателей состава тела. Также возможно получить данные о метаболическом возрасте, объеме брюшного жира и прочее. Масса, туловище, руки, ноги, везде средний показатель. С жиром то же самое. Баланс, руки, ноги. Ноги, правая нога, наверное, более опорная. Здесь больше постоянные клиенты, которые периодически контролируют каждый год. Если они сохраняют результаты. Да, приходят и контролируют. А что больше всех интересует? Метаболический возраст, конечно. Самая интересная цифра. Прибор по анализу состава тела помогает понять очень многие аспекты. Диагностические весы приходят на помощь диетологам, фитнес-тренерам, спортсменам и просто людям, ведущим здоровую жизнь. Они позволяют контролировать организм и выяснить наличие лишней массы тела, объем жировых отложений, уровень обмена веществ, соотношение мышечной массы, степень ожирения, количество нужных калорий и состояние костной системы. Важно, что он моментально выдает результаты обследования, и врач может в течение 50 минут сделать заключение. Учитывая погодные условия, предприятие «Венспилс» на кустаме и по шуме на этой неделе постепенно начало подключать в своих домах отопление. Отопление включают во всех нераневированных многоквартирных домах, а в утепленных домах отопление планируется включить поэтапно. В связи с этим предприятие «Венспилс Силтумс» напоминает, что «Венспилсчане» могут сами решить, когда включить отопление. Чтобы это сделать, надо обратиться к обслуживающему дома. Предприятие «Венспилс» на кустаме и по шуме обращают внимание жильцов на следующее. Если радиаторы в квартире после включения отопления не греют или греет только часть из них, то об этом надо немедленно сообщить дому управу или предприятию, обслуживающему внутреннюю отопительную систему. ЦИРТНИС по телефону 266-025-09. Всего через три месяца, начиная с 1 января 2020 года, в каждом доме должен быть установлен детектор дыма, который вовремя предупредит вас о появлении дыма в доме и позволит вам вызвать пожарных вовремя. В связи с этим Национальная пожарно-спасательная служба этой осенью приглашает учащихся 5-12 классов с 1 по 31 октября принять участие в конкурсе творческих работ «Детектор дыма. Мой спаситель жизни». Главная цель этого проекта – повысить осведомленность школьников о безопасности, о их действиях в опасных ситуациях, а также предоставить им возможность проявить себя творчески. Формат присланных работ может быть разным. Это и видео, фото, литературные работы и даже песни. Главное, чтобы в этих работах была отображена заданная тема. Конкурсные работы можно отправлять до 31 октября по почте в отдел профилактики и общественной информации пожарно-спасательной службы. В конкурсной работе необходимо обязательно указать имя, фамилию, контактный телефон, адрес электронной почты и описание своей творческой работы. Совсем недавно Венспилс завоевал титул «Молодёжная столица Латвии-2020». Победителя конкурса определяло жюри, взяв во внимание результаты общественного голосования. Этой новой инициативе, когда выбирают «Молодёжную столицу Латвии», уже пять лет. И это сделано для того, чтобы важные события проходили не только в Риге, чтобы могли увидеть и другие города Латвии. Венспилс тоже присоединился к участию в этом конкурсе и выиграл титул «Молодёжной столицы Латвии» в 2020 году. В этом году в финал также вышли ЕКО, Пилс и Далговпилс. Это достаточно большие города со своими традициями работы с молодёжью. Было с кем и за что побороться. Но жюри решило, что у нашего города в этот раз было более полное комплексное предложение. Титул «Молодёжная столица Латвии-2020» несёт в себе не только гордость за наш город и радость за победу в конкурсе, но и большую ответственность, ведь впереди много работы. Венспилс в следующем году, в 2020-м, станет центром важнейших мероприятий в области молодёжной политики. Удачно то, что самые крупные мероприятия для молодёжи пройдут у нас в Венспилсе. Это будет и для взрослых, и для молодых людей. У нас состоится семинар по обмену опытом для тех, кто работает с молодёжью. Приедут все к нам, в Венспилс будут смотреть, как мы работаем в сфере молодёжного, неформального образования и образования по интересам. Ведь в Венспилсе спектр предложений, как провести молодёжи в свободное время, довольно широко разнообразен. Я думаю, что та модель, которую выбрал Венспилс, другая, не такая, как в других местах. Наши традиции в этом направлении немного отличаются. Что ещё будет происходить? Ну, конечно же, будут много разных мероприятий, на которых мы попробуем повысить самооценку молодёжи. Напомним им о тех возможностях, которые есть в городе. Это будут и образовательные, и развлекательные мероприятия. Мы будем их проводить и в Доме молодёжи, а также по всему городу. Конкурс «Название молодёжной столицы Латвии-2020» Министерство образования и науки организует совместно с представительством Еврокомиссии в Латвии, Латвийским молодёжным советом и обществом «Балтийский региональный фонд». Венспилс посетил всемирно известный архитектурный фотограф Адам Морк. Он приехал в наш город по поручению автора проекта концертного зала немецкого архитектора Дэвида Кука для того, чтобы сфотографировать концертный зал Латвии и площадь Лелайс. По словам Адама Морка, работа на таком объекте для него своего рода профессиональный вызов. Я здесь, в Венспилсе, фотографирую этот удивительный концертный зал и музыкальную школу. Я архитектор из Штутгарта, и вы знаете, я очень счастлив. Счастлив использовать такой шанс, такой опыт. Это такое невероятное здание, но это не просто здание. Весь этот парк, площадь и, кроме этого, фонтан, водные скульптуры напротив здания, пейзаж. И вокруг исторические здания со своей историей, геометрией линий и архитектурой. Все это делает это место таким волшебным. Мне нравится Венспилс. Я здесь впервые. Одну неделю, и я в восторге от города. Здесь переплетена старая архитектура зданий и новая, как, например, библиотека, и невероятный концертный зал. Ваш пляж. Мне нравятся эти контрасты. И мне нравится то, что о городе так заботятся. Архитектурная фотосъемка – это особый жанр фотографии. Объектами являются здания, сооружения, мосты, различные архитектурные ансамбли. Для того, чтобы отразить красоту этих объектов, фотографу приходится работать с ракурсом, освещением и выбором правильной точки для съемки. Поэтому архитектурная фотосъемка требует серьезной подготовки, опыта и профессионализма. Это были все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся в пятницу в это же самое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова О музыкальных произведениях этого вечера расскажет музыковед Лены Яковлева.